Значит, у меня была с ним только одна встреча. Дело в том, что мой брат, он прислужил в церкви, в город Фрунзе, Бишкек называется. А она относилась как раз к Ташкентской епархии. Ну, я там присутствовал при одном крещении, Бузмаков, отец, кажется, Сергей его звать. Но он как попало всё делал. На каждого ребёнка на крещение получалось полторы минуты. Люди ничего не знают. Ну, я сказал ему, когда подошёл, священнику, я говорю, что ты делаешь? Это же... А, пошёл, поехали со мной в ресторан. Ну, ладно. Я говорю, я тогда напишу, архиерея. Да пиши, это никому не надо, ничего нет. Я написал. А мой брат Павел, когда поехал туда, там, за свящами, ну, что требуется в храме, ну, я отдал это письмо. Он когда прочитал, он говорит, это ваш брат сам написал? А я там ссылаюсь на каноны, на церковные учители, на Библию. Он говорит, да, я там на подоконнике написал. Он говорит, пускай приезжает на меня. Я его сразу рукоположу, вы священники. Ну, я и не собирался быть священником, но, думаю, познакомлюсь, съезжу. Вот, побыл там я сколько с ним, и я ему сразу сказал, я говорю, я же буду делать, если священником буду как положено делать. Так мне, говорит, это и надо. Я говорю, нет, если бы надо, вы бы делали. А раз не делаете, значит, не надо. А я буду делать, у нас конфликт начнётся на другой день. Я буду крестить как положено, делать всё бесплатно. А я себя на пропитание-то рыбу наловлю. Ну, и разговор этот, когда пошёл дальше-то, я говорю, я знаком близко с отцом Дмитрием Дудко, а он только что освободился. И показываю книгу о нашем уповании. Он говорит, ну, дайте я посчитаю, посмотрю, а вы пока во двор выйдете. Нет, он предложил мне книгу обменять, кажется, Новый Завет или Библию. Я говорю, это же неравноценно, Библию. А чего ради буду отказывать отца Дмитрия Дудко, когда он ничего плохого не сделал мне? Ну, ладно, иди пока там, поразмышляй. Я зашёл, он говорит, ну как? Я говорю, нет, я книгу не отдам. А он уже, видимо, тоже подумал, само мучиться будет. Он мне тогда деньги даёт на самолёт, чтобы я улетел домой. Я священника найду, а вы вот что делаете, проповедуете, этого никто не сделает. Такая благовидная причина. Вот и всё. Вы знаете, как он умер? Ну, он переехал, мы его, помню, даже в аэропорту провожали, а как умер, не знаю. Его, по-моему, в Орёл город перевели, ну, куда-то в Россию. Ну, ладно, тогда не знаете и не надо знать. И что, почему же за него нельзя молиться? Это можно, конечно. Конечно, можно. Смерть его была нечаянная, и поэтому, тем более, но он в сознании был. Мне это всё передавали об этом. У меня даже от него где-то письмо было. Я не знаю, по какой причине было, или он вначале мне это сначала ответил, пригласил. Видимо, вот так. Ну, и всё, больше я ничего не могу сказать. Спаситель стал сигналом. Слава Христу, да. Он был не хуже других. Был общительный. Ну, всё, вопросов более нет. Отошёл. Отошём. Поехали. Попроб unity. Поехали. 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 Продолжение следует...